Добрый день! Сегодня мы играем в настольную игру картахена. Играем мы четвером. Я Сергей, играю за желтых. Макс, играешь за синих. Наталья, как всегда за красных. Дима, за зеленых. Что это за игра? Это не евросухарек. Это игра-гонка. Представьте, мы пираты бежим с тюрьмы. Мы должны пробежать по лабиринту, добраться до лодки. И кто из игроков первый доберется до лодки, переведет по лабиринту всех своих шесть пиратов, тот и победил. Игра сразу заканчивается. Картахена, я даже зачитаю сеттинг этой игры. Рассказывают, что в 1672 году три десятка пиратов совершили дерзкий побег из неприступной крепости тюрьмы Картахена. А кстати, это тюрьма Картахена называется. Да. И несколько лет спустя на островах Карибского моря появилась настольная игра, посвященная этому событию. Представляете, в 1672 году в эту игру играли пираты. В кабаке где-то, да? Нет, серьезно играли. Нет, ну это байка, наверное. Они там в кости играли. Да, в баре. Сразу у нас создается поле. Поле у нас как бы из компонентов состоит, вот из таких кусочков. Их всего шесть штук. И кстати, оно двухстороннее. Да, на этих полях изображены символы. Мы будем играть с руки карты и передвигаться по этим символам. Ну, как обычно, все подробности потом. Кстати, тут в правилах написано, что около тысячи вариантов можно как сложить это поле. Да? Ну, мы постарались компактно его сложить. Вот наши пираты должны пробежать вот по этому лабиринту, вот смотрите, и добежать до этой лодки. Да? Каждый игрок в начале игры получает по шесть карт. Вот такие вот карты, на которых изображены, ну, тот или иной предмет, который встретится у нас на поле. Все очень просто. Каждый игрок в начале, ну, в свой ход имеет право сыграть карту и передвинуться на тот рисунок своим любым пиратом. Вот, например, я сыграл ключ и могу передвинуться на ключ. Все. Моя уже победа ближе. Да? Я уже ближе к выходу нахожусь. Да? Все. Я сыграл карту, ход переходит игроку по часовой стрелке. Играем мы четвером. Кстати, максимальное количество пять игроков могут играть в эту игру. Да? И по шесть карт, да? Да. Ход переходит к следующему. Игрок играет карту, она уходит в сброс и передвигается на тот рисунок. Ну, все очень просто, да? Но есть очень интересный момент. Так просто здесь карты не добираются в руку. Вот мы получили в начале игры шесть штук. Все. А как их получить еще? Чтобы передвинуться дальше. Вот здесь очень интересный момент есть, который мы в процессе игры и расскажем. Да? Да. Как получать еще дополнительные карты, чтобы дальше передвигаться. Все. Игра-гонка. Как можно быстрее передвинуть своих шесть человечков на лодку. Ну, пиратов. Пиратов. Миплов. Называйте их как хотите. Да? Все же. Кто первый шесть перенесет на лодку, тот и победил. Кто первый игрок? Наталья. А ты... А, я как старшая, да? Давай. Самая начинная. Бомби. Хорошо. Здесь не очень хорошо ходить первым. Сразу скажу. Вы потом поймете. Наталья играет ключик. Выбирает своего мипла красного цвета и передвигается на ключик. Следующий Дмитрий. Вот здесь у нас будет сброс карт формироваться. Ну, я тоже играю ключик, соответственно. Да, у меня тоже нет. Ближайший... На ближайший ключик, да? Смотри, этот ключик уже занят, получается. Значит, сюда становиться нельзя. Ты должен занять свободную ячейку. Ну, так получается, что тебе это выгоднее играть ключик. Вот мне сейчас очень хорошо сыграть ключик. Что? Я его сыграю. Ключкофилы. Беру своего желтого мипла и на ближайший свободный ключик передвигаюсь. Вот он. Я вообще самый первый к лодке. Сейчас Макс поспорю. Макс, Бомби, у тебя есть ключик? Догадайтесь. Блин. Всегда, когда... Так, что сыграть? Когда надо, так и нету ключика, да? Треуголка была нужна, а нет треуголки. Ой, ты не делаешь. Давай сюда. Треуголка. Ближайшую треуголку ищи. Ищи. Вот. Ищу. Ищу. Дальше. Наталья, Бомби. Я сыграю бутылочку Рома. Ух ты. И на ближайшую бутылочку ставим. Зима. Следующая. Второго пирата. Я сыграю... Ну, это Ром, конечно. Пираты, что Ром пили. Да, они бутылки. Реально они водку пили. Или пили. Я сыграю треуголку. Кока-колу. Я сыграю треуголку и выведу сюда. Отлично. Отлично, отлично, отлично. Я играю ключик. А где же мы тебе ключиков набрали? А сами начали. И ближайший ключик здесь. Можно играть любым пиратом. Я мог бы передвинуть этого пирата на ключик, да? Ну, я решил самого последнего передвинуть. Шесть пиратов, ими можно манипулировать, как хотите. Макс, давай, играй карту. На ближайшую треуголку, молодец. Неплохо. Да, пол поля. Это падают у нас пираты. Это они явно в армии не были. Не умеют стоять. Наталья. Может, пришло время рассказать, как получать карты? Потому что у нас уже сформировалась более-менее какая-то картинка на поле, да? Ну, в общем, в свое время. Смотрите, как тут получать карты? Пускай расскажем. Допустим, ты считаешь, что тебе невыгодно в свой ход играть карту. В свой ход вместо этого действия ты можешь другое действие. Своим пиратом походить назад, да? Чтобы получить карты. Смотрите, как это происходит. Допустим, я беру своего пирата и отхожу на ближайшего пирата, который вот один стоит, да? И я тогда, раз он тут один стоял, я беру с общей колоды одну карту себе. Все. И мой ход на этом заканчивается. Ход переходит к другому игроку. Игроку. Также можно встречаться на одной, чтобы нам не забыть, как мы тут играем. Также можно встретиться и троем. Будет такая ситуация, когда вот тут стоят два мипла, да? Я могу назад вернуться к ним. Раз их тут два стояло, значит, я беру две карты с колоды и беру себе в руку. Мой ход на этом заканчивается. Это как пополнять свою руку. Больше трех пиратов на одной ячейке собираться не могут. Все. И отходи ты назад должен к ближайшему пирату. Ну, теперь в процессе игры мы это все, конечно, подробно разыграем. Как ты запомнил. Молодец. Профессионал. Чей ход? Кто играл треуголку последний? Я. Так, Наталья. Хорошо. Я тогда сыграю пистолетик. Ты считаешь, это выгодно? Ну, не выгодно, но у меня такие карты, что... Дима, следующее. Пистолетик. По часовой структуре. Я играю треуголку. А треуголочка у нас ближайшая. Ого. О, Дима первой к лодке. Неплохо. Слушай, а у меня ключи закончились, но остались треуголки. Бабам. Ходи. Ну, это весело. Шучу. Так, чему? Стратегии этой игры... Можно понять ее после, когда ты сыграешь одну партию. Тогда ты можешь понять, как действовать. Это мое. Ой. Ну, мы предварительно сыграли партиейку. Вы теперь понимаете, что надо выводить всех пиратов, а не одного вести к победе к лодке. Надо постепенно всеми пиратами передвигаться. Пистолетик. Так. Ближайший пистолет сюда. Так. Ой, как нехорошо. Я играю... Череп. Флаг. Флаг. Череп и кости. Ближайший пистолет в нашем лабиринте. Вот, значит, я здесь. Я у вас всех все. Ну, давай, Макс, сделай всех. Давай, прощай, до свидания. Пистолет у тебя... Так, синенький твой на ближайший пистолет. Смотри, ты пробежал полу лабиринту. Больше, больше. Наталья, у тебя есть пистолет? Есть. Твое Красненького? Так он попадет прямо сюда. Нифига себе. Сейчас это как-то быстро по всей пройдет. За мной еще одного нету. Неожиданно. Сейчас у Димы будет пистолет. Это будет очень... Это крах экономит. Да. Дмитрий по-скромному. Нет, надо выводить своих, чтобы они у меня не были. Хотя бы флаг. Ничего не сабли. Так, Макс. Ты сейчас можешь решать. Или играть карту, или добрать карту. А чтобы добрать карты, надо возвращаться назад. Я знаю. Лучше играй карты, чтобы тебе здесь не оставаться. Да, пока можно. А, так ты не этим выводишь сюда. К чему свое время идут? На саблю, да? Так что мне сюда выводить саблю? Нет, ты, пожалуйста, можешь играть любыми своими пиратами. Не обязательно всех выводить. Ты бы просто отсюда мог. Ну, ладно. Как я тут обожаю? Наталья, бомби. У меня бутылочка, Рома. Ага, ну, значит, ближайшая здесь. Вот и думаю. Ну, наверное, да. Наверное, сыграю, а там тогда будет. Вот, Наталья уже вся в лабиринтах. Дмитрий, а мы еще ждем убежать. Мы еще в камере. Мы еще в камере. Макс. У меня один чувак сейчас. О, Дима мне помог. Немножко сабли. Молодец. Я за то безумка. Да. Ты видишь у нас поражение. Макс. Бутылочка. Бутылка Рома. Ну, неплохо. Блин, посмотрите. Наталья, в ход. У тебя карты закончились. Закончились. Теперь тебе придется 100% каким-нибудь из пиратов ходить назад, чтобы получить карты. Я думал вот эти. Думаешь, немножко так. Да. Видишь, ты возвращаешься назад. Они будут вместе. Ты получаешь одну карту. Потому что здесь один был. Миппл. Только одну, да. Только одну. И на этом твой ход заканчивается. Да. Дмитрий, следующий ход. Дмитрий. Сейчас мы все будем возвращаться назад. Потому что у нас у всех заканчивались карты. Это точно. Оба назад получаешь одну карту. Спасибо тебе, Димка. Ну. Ты мне сделал фишку. Да, но если бы Наталья походила здесь, она бы сделала кому-то тоже там хорошо. Потому что делать это где-то далеко, чтобы никому не было хорошо. Ну вот смотрите. Теперь по правилам игры я могу возвращаться назад, где стоят два миппла. Не обязательно чужие, любые. Я к ним пристраиваюсь и беру уже две карты. С рынка. Но теперь уже вот этим мипплом я не могу вернуться сюда, потому что больше трех собираться не могут пираты. Больше трех не собираться. Нет. Логично столько надо. Больше трех нельзя. У тебя нету карты, да? Да нет. Тоже возвращайся. И всегда надо возвращаться на ближайшего. Женьболь. Видишь, испокон веков больше трех не собирались. Это стратегическая часть. Какой там год 1672-й. До сих пор собирается патруль. И главное не хлопать в ладоши. А, это с исторических времен так ведется. Макс, ты возвратился назад. Да ладно. Чего так скромненько к бабушке? Ну хорошо, убери карту. Одну. Не забывай. Наталья, бомби. А ты знаешь, я, наверное, все-таки сыграю бутылку свою. И самого последнего подтянешь его. Так неплохо ты его подтянула. Сюда подтянешь. Да. А то он что-то у меня далеко. Сейчас, Дмитрий. Так. Сложок. А я что-то сделаю подобное. Я сыграю ключик своего самого дальнего. О, по-моему сюда. Нифига себе, у меня нет ключей. Пусть. Плохо. Смотрите, я с этой кучки возвращаюсь назад и пристраиваюсь к Максу и к Наталье. Поберу две карты. Хитрец. Потому что на этом ход мой заканчивается. Ходи и Макс. Играешь карту или назад наступаешь? О, а ты флаг играешь. Здорово. Ближайший. Последнего своего вывел с камеры. Камера пустая. Скоро охранники за нами побегут. Давай, Наталья. Уже было наволочку повесить. Наталья, у тебя нет карты, у тебя один ход. Только вернуться кому-то назад. Я тебе советую вернуться вот этим сюда. Потому что ты получишь сразу две карты. Да, наверное, так и надо будет. А я и смотрю, где я могу две. И ты знаешь, что не заметила. Сейчас, Дмитрий. А что у нас с ключами? Играю ключ. Беру самого последнего своего желтенького мипла. Ближайший свободный ключ. Опа. На этом ход мой заканчивается. Макс, если нет карт, возвращайся. Желательно пристроиться к двоечкам. Но у тебя только... Еще один. По картине, по картине. Ты только одну карту берешь. Наталья. Играя карту или возвращайся назад. Чтобы пополнить свою руку. Так, если я сыграю бутылку, я вот этого подвину. Неплохо ты подвинешь. Вот так, правда? Да. Неплохо. Так, я сыграю... Бутылку. Флаг. Сюда. Не очень круто, но ладно. Там существование. Так, я вернусь назад, чтобы взять две карты. Не буду пока спешить, лететь на лодку. Макс, твой ход. Время есть. Ну, мне такой разнобой попадается. Минус пол-поль. Так, ты откуда? Я отсюда. Ого. Ух ты, бутылка рома. Ну да. Так, лучше тогда последнюю карту отдать. Наталья. Ну, я, наверное, вот сюда вернусь, чтобы взять две карты. Угу. Раз такая возможность есть. Ты к двоечке присоединяешься, берешь две карты. Да. Затем звучат троечка, а не двоечка. За четверть. Так, я сюда. Можешь. Только одну, значит. Угу. А я сыграю ключ. Свой любимый. Золотой ключик. И ближайшее здесь. Макс, хотели? Сейчас. Нет. Ты уже сразу захотел. Куда хочешь пристроиться. Так нехорошо. А ну как ты взялся? Все, Наталья. Так. У меня... Потовочку кто-нибудь поставил? Самый больше... А, нет. Пистолет здесь близко, да? Сабля. Вы же поняли стратегию? Всегда ты тратишь ход. Или берешь одну карту с колодой, или тратишь свой ход, берешь две карты. Всегда выгодно брать две карты. Значит, надо двоечком присоединяться. Сыграем. Так. И поедем, поедем, поедем сюда. Неплохо. Я вернусь сюда, возьму две карты. Почему у меня есть? Я тоже, я буду возвращаться назад. Но зато возьму две карты. Макс, твой ход. Не спи. Вот опять твоя любимая арома. Ух ты, он пол поля. Пропахал. Наталья, ну за кого вы меня держите? Я стала близко. Да, у меня... У меня осталось побольше этих бутылочек. Ну, знаете, что... Ну вот, попробую так схитрить. Не знаю. Давай. Мне еще одна бутылка нужна. Получится. Наталья, на короткий участок. Но я потом твои планы разгадываю. Ты хочешь вернуться назад. Да. Ты мне всегда делаешь... Сейчас я тебе испорчу. Да. Спасибо, Сергей. Испортишь весь праздник. Спасибо, Сергей. Пожалуйста, Наталья. А у нас это что, вдвоем? Да, да, да. Это одна из чек. Я сыграю бутылочку Рома. Я представляю, что он уже будет на лодке. А, на лодке. Блин. Грассовый свеч. Да, стоило. У тебя две карты еще есть? Нормально. Пистолет. И вот этого хочу... Ну, хотя бы сюда. Макс, сходи. Ну, что мне делать? У меня нет много выборов. Так, у меня вообще все фигуро есть. Я сейчас на лодке, что не фигуро. Синенький. Вот, возвращайся, две карты возьмут. Это вперед. Как будет возвращаться? Это вперед. Спасибо Богу. Да, если он туда возвратится, это будет вперед. Спасибо, Наталья. Вперед. Ну, а я вот это ж назад, да? Да. Так как я мечтала, никто мне не испортил. Ну, а чего портить? Угадайте, что мне выпало. Не будем угадать. Сейчас ее покажешь. Так, Наталья, ты покажи. Да, я взяла карты. Не спать, смотри за территорией. Что происходит на карте. Я сейчас не буду. Я вернусь назад. Возьму две карты. Так, я буду пистолетом бомбить. Ближайший пистолет. Вот. Я думаю, его обернула. Все, ход к тебе. Бутылка Рома. Бутылочка. Опа. А что, нету впереди бутылок пустых? Нет, я занял все. Привет, Молодец. Наталья. Я занял все, так что. Привет, друган. Мы с тобой бежим первыми. Это назад. Ну, возьму две карты, потому что... Может, опять бутылочка. Как-то так. Почему бы и нет? Собрать себе хорошую. А я вот бутылочку и сыграю, наверное. А, бутылочка пустая осталась. Я, как обычно, пистолет самого дальнего своего. Пистолетов нет. И я тоже на лодке. Пистолет вот здесь. А, я не заметил из-за этого. Мне не видно. Из-за вас, Наталья, не видно. Мы тут все сгруппировались. Как? Что? Я походил. Максим. Максим? Я Максим. Максимус. Вот, точно вернись на две карты. Так, ты подожди. Это как-то тут. Так, ну я играю ключ, конечно. Но я вот думаю... Ключ? Да, наверное, вот этим поиграю. Потому что ключ, ключ, ключ. Только вот, видите, как... Ну, неплохо. Да. А мне тоже еще очень хорошо. Мне что-то не очень не нравится. Я пока сам... Я сыграю саблю. Победит тот, кто, если шесть на лодке окажут с одного цвета, игра заканчивает. Ну, тогда ходите все мои милые. Человек. Серега. Ой. Назад. Отхожу к этим, чтобы взять две карты. Максим. Вот. Надо иногда не спешить. Отходить назад. Макс, ты что, пистолетов нет? Нету. Молодец. Я проверил. Проверил. Ну, а я тогда... Макс, у тебя уже два человечка на лодке. Две карты взять. Тебе осталось четыре. Не упущу, конечно. Да, у меня уже два близких ножки. Я тоже вернусь назад. Две карты возьму. Осталось только один позади. Его нужно как-нибудь... Бутылка рома. Впереди нету? Нету. Я на лодке. А я что, первый раз на лодке? Да. Да. Макс? Тут бухарики. Стратегируй. Уже компания разная. Я хотела этим. Компания разная. Давай моим желтым ходи, ходи. Я тебе разрешаю. А давайте я этим похожу. Я тебе дам потом бутылку рома. Давай. Латурик. Да, давайте. Я вот так похожу и возьму две карты. Я шучу. Так, только одну, значит, берешь. Ой, блин. У меня какая-то очень счастливая рука. Сейчас. Так, ну я похожу. Костливая. Сабля. Сабля сюда. Ну неплохо. Дмитрий, мы в самом конце. Наталья. А мы с Сергеем самые близкие. Меня не радует. Меня тоже не радует, если честно. То, что у меня попадает в руку, карты не очень хорошие. А у меня наоборот. У меня только одна полезная карта. Обменяемся. Главное их вперед все подогнать. Ближайший флаг. Нет, я иду назад. Не буду я рисковать. Ну и зато беру две карты. Хорошо. Ой, я пошел. И этих шуриков надо разобрать здесь. Или шурики. Пираты. Ключик. Какая карта пришла, ребята. Все, я выиграл. Из-за одной карты. Макс, ты походил? Да. Я вот тут ключиком перенесся немного. Ощущу тебя. Он меня уже напугал. Так я уже и не знаю. Бабушка сразу. Или вернутся. Наталья сразу в трансе. Я напугал. Ладно, будем играть. А то он действительно... Наталья, мы же на деньги играем. Она золото пиратское. Ну вы же знаете, как я вот в царь пиратков хожу. Ну да, кремя туда вывести. За черное золото. Я заигрываюсь, ошибки делаю. Мы вот играем за черное золото. Я всегда спасал Ром. Блин, что-то бутылок много. Нет, Ром меня сейчас не спасет. Я пошутил. Пистолет застрелится. Так вот немножко дальше. Вот так. Сергей, мне придется с вами воевать. Давай, воюй. Воюю. Пожалуйста. Воюю. Карты в руки. Как говорится. Карты в руки. Ноги в попу. Треуголка. Ты решил этим. Треуголку сразу. А там пойду назад. Я сыграю. Назад. А то вы все уже тут. А я нет еще. Ух ты. О, я знаю, чем я вам потом подпорчу. Очень сильно. Раз вы все-таки бухаете. Я вас с Ром дару. Так. Ну-ка я. Шапки впереди нету нигде, да? Шапка. Треуголка. Я же молодец. Нету? Нету. Значит я сразу на лодке. Оказываюсь. Вот. Максимушка у тебя. Я вам подпорчу немного. Раз вы такие. Ромщики. Откроешь три впереди. Ну может быть это и правильно. Стратегически. Одну берем. Нам придется тормозить. Где-то там. Ну мне тоже надо взять карты. Пока тут две можно взять. Ой, я вообще себе хорошо сделала. Малиньи теперь я. Я продолжу треугольниками разбрасываться к последнему. Ух ты, у меня три пирата уже на лодке. Макс, давай догоняй. У тебя только два на лодке. Да. Оба. Спасибо. Только теперь у меня еще вот эти. Триошек. Как бы мне Сережка плохо с треуголкой сделал. Да. Ой. Картина на поле постоянно меняется. То есть именно тебе. Да. Здесь нельзя загадывать на будущее. Это вам не стратегия. Я не знаю. Наверное всем. Это вам не экономическая стратегия. Здесь все может поменяться. Пока круг до тебя дойдет, все могут изменить пираты свое положение. Макс, ты прошел, да? Да. Он взял карту. Ну я-то даже не брал. Не, я не брал. А, ты же сюда вышел. Я привел сюда. Сама поиграю, да, и еще раз сюда сбегаю. Ну ничего себе. Все. Раз ты уже на лодке появилась, тебе уже назад нельзя ходить. Ну, я понимаю. Хотя, может, и можно с лодки назад отходить? Не знаю. Надо почитать. Ну, право. Так, все мой ход. Матологически все нельзя. Сабли нету впереди? Макс, у меня уже 4 пирата на лодке. Твой ход. Вы заставляете меня мучиться. Я рада проехать. Мучиться прелесу. Входи. Наталья. Пистолетом, если я пройду, да, вот отсюда. Прямо на лодку. Прямо на лодку. Интересно, на как влияние сюда. Пистолет занят. Эти здесь, ребята, стоят. Дмитрий, вылезли в концу. Так, сабля впереди нету. Все, мне осталось одного. Макс, давай. Походу, я буду саблицей. Не сдавайся. Размечтались. Я пока самый, ну, по второму месту, близик побегу. Белочка. Сергей, вы на первом пока что. Если вы победите, я на втором. Раз. Ну, ладно, сыграешь. Потому что они саблицки. Треуголочку. Смотри, какая кредит. Уже у Натальи, а, у Натальи только четыре на лодке. У меня, да, не очень. Дмитрий, ты взял карты. Да, я взял две карты, да, и вернулся. Ребята, мне кажется, игра закончена. Да. Я бутылку Рома последнюю. Выпил. Выпил. Вместо того, чтобы... И получается, у меня шесть человечков на лодке. Игра закончена. По идее, я самая близкая. Я победил. Второй Максим. Да, у тебя самая близкая. Допустим, ты на втором месте. Молодец. Нет, на втором месте Наталья. Почему нет? Потому что у нее четыре человека. На лодке, да? Да. Да, но у Натальи очень далеко. Очень далеко. Но зато Наталья спасла четырех, а ты только трех. Ребята, по сеттингу игры нет вторых мест. Есть просто победитель. Который взял лодку и плыл. Я вы... Да, да. Сразу лодка вот оплывает. Вот кто тут остался, а эти назад тревоги. Спасибо. Поздравляем. Все, поздравляем. Ну как вам, игрогонка? Ведущего нашего. Нормально. Да. Это такая старенькая игрушка. Ну, кстати, ее локализовала Хобби Ворд. Можно купить на постсоветском пространстве. Запросто. Я сделаю ссылочку под видео. Азартная такая игрушечка. Если кому-то интересно, да. Азартная такая игрушечка. Быстрая, азартная, стратегическая игра. Мне она очень нравится. Так хочется, так хочется. Ну что, всем спасибо за внимание. Спасибо, до свидания. До свидания. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok